У нас сегодня не только в редакции, но и в московской журналистике, и в макаре, и в макаре, и в отечественной. Сегодня событие уникальное, как говорят, пульдовое и знаковое, потому что мы собрались вот здесь, на замечательной улице Тверской, на замечательного дома, у хорошего пути магазина, для того, чтобы открыть доску мемориальную, даже почитаю специально по бумажке, писателю, создателю обновленной литературной газеты, ее многолетнему главному редактору, герою социалистического труда, лауреату Ленинской и Государственной премии страны Александру Борисовичу Чиковскому на доме, в котором жил долгие годы. Еще раз говорю, что событие уникальное, и думаю, что оно останется не только на танецах газеты, в телевизионных сюжетах. Мы благодарны московскому правительству, благодарны Ленину Ивановичу Лесову, которая когда-то подписала эти замечательные бумаги, которые нам дали какой-то грандиозный ход, ускорение, что мы за практически два года назад начали эту работу, и вот сегодня вы видите то, что висит за этой замечательной тряпочкой, красивой, элегантной. Вот. Александр Борисович Чиковский в Москве жил долго, работал здесь, в общем, он по праву имеет еще и потому, что москвич, потому что фронтовик, потому что хороший советский писатель, потому что руководил и журналом иностранной литературы, и потом долгий год литературной газетой. Я думаю, что пока его еще рекорд не побил даже Куликов, хотя приближается, но по многолетним руководству лучшей газетой страны, безусловно, Александр Борисович не знает себе равных. В декабре 1962 года он работал в литературной газете, а 45 лет назад, 1 января 1967 года, вышла в свет на самая легендарная 16-полосная газета, которая выходит до сих пор, и которая вышла сегодня в свету. Так что у нас сегодня в среду не только газета вышла, но вот и выходит, так сказать, свет, доска Александра Борисовича Чайковского. У него действительно была масса наград и государственных, и всяких писательских, и званий, но самое главное, что он останется в памяти как автор победы, как автор блокады, но нас-то всех радует его как раз участие в жизни литературной газеты, которую мы делаем, которая, я надеюсь, будет выходить и дальше. И нам 180 лет, и я думаю, что нам еще надо доживать на все третье. Значит, начинаем само, как бы, действие. Давайте попросим открыть доску нашего главного редактора Юрия Михайловича Полякова и сына Александра Борисовича Чайковского Сергея Александровича. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не спешите, подождите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогой Юрий Михайлович, дорогие сотрудники и ветераны литературной газеты, я хочу обратиться в первую очередь к вам, потому что ничего бы сегодня не состоялось и не происходило, если бы не ваша инициатива, если бы не ваша бережная память о Александре Борисовиче Чаковском, об истории своей газеты. И вот эта интеллигентная, красивая доска, которая появилась действительно в особом месте, не просто в доме, где он жил, а в доме, где один из самых известных, долго работающих в Москве во времени магазинов книги, вот в этом даже что-то такое вместе свелось и обрело новое качество нашего восприятия того, что происходит. Сегодня уже сказали, что, конечно, почти 30 лет во главе литературной газеты стоял Александр Борисович. Если представить себе, что это за временной отрезок, это начало 60-х, начало 90-х, это всплеск демократии, активизации, подвижники, новый образ жизни после железного занавеса и потом иные процессы, в том числе, которые называли застоем. И в это время человек был у руля газеты, которая была не просто мудрой, востребованной, но еще и очень смелой, очень раскованной. Вы посмотрите, он принял эту газету, когда несколько сот тысяч экземпляров всего она была, а когда он уходил из этой газеты, это было 6 миллионов тиражей газеты, это было 16 страниц. Эта газета была фактически у интеллигенции страны, наравне с толстыми журналами, как их тогда называли, которые печатали первые, самые, может быть, популярные, самые известные, а сегодня уже и знаковые произведения наших литераторов. Александр Борисович был особым человеком, он был человеком своего века, он прошел все, и рабочие коридоры, заводов наших, и потом он почувствовал, что в нем есть нечто большее для того, чтобы себя утвердить в мире. Уже до войны закончил литературный институт, стал членом Союза писателей, потом, конечно, фронт, другого не дано, пока контузия не остановила его бойцовские, так сказать, походы в годы войны, он служил, как и служили все в те годы. И он сумел, как человек, прошедший войну, ощутивший блокаду Ленинграда, изучивший это и по своему личному опыту, и по историческим документам, потому что для того, чтобы отразить реальную картину войны, как сегодня многие считают, только своего личного опыта или каких-то рассказов двух-трех человек недостаточно. Война была слишком сложна, и для того, чтобы ее оценивать, надо было на этот личный опыт, на свое восприятие наложить энциклопедические знания, проанализировать документы. И так, как он это сделал, пожалуй, не делал, ну, если не никто, но делали немногие. И его произведение «Облокаде Ленинграда», и его «Победа», и «Нюрнбинский процесс», и все, что он писал, это энциклопедично, это честно, это научно, потому что он все это изучал и над всем этим работал. Я помню этого замечательного человека, красивого, интеллигентного, никогда не рубящего с плеча, когда он был членом Центрального комитета партии. Он в составе ЦК КПСС был интеллектуальной элитой, он был человеком, который и там умел ставить очень точно вопросы, и эти вопросы всегда потом имели продолжение. Конечно, главное его детище – это литературная газета. И слава Богу, что сейчас литературная газета продолжает лучшие традиции, которые были заложены во все времена. Это интересная газета, это востребованная газета. Это газета, в которой всегда есть что читать, а не просто пролистать, посмотреть картинки, увидеть, что вышел выпуск, найти какой-то эпатаж. Эту газету хочется читать, ее откладываешь для того, чтобы снова вернуться и над чем-то подумать. Поэтому я хотела бы вместе с вами, дорогие друзья, искренне порадоваться, что мы сегодня вспоминаем замечательного человека. Мы воздаем должное его пути в жизни, его делу. И, конечно, мы желаем счастья и добра, и новых успехов в нашей сегодняшней литературной газете и вашему, Юрию Михайловичу, замечательному коллективу. Спасибо.